Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я рад новой встрече с вами. Поздравляю всех с наступающим Новым годом по старому стилю. И сегодня я бы хотел поговорить об итогах политического маскарада, связанных с так называемыми выборами в Республике Казахстан. Но эти выборы прошли, собственно говоря, без выбора для населения Казахстана. И в этот день просто прошло голосование, которое сделало легитимным тот выбор, который сделал султан Назарбаев по отношению к мажорису парламенту Республики Казахстан. Это голосование прошло на фоне протестов, массовых арестов. Хоть президент Тукаев обещал, что полиция будет работать в штатном режиме, не будет применять физическую силу, но мы увидели, что этой власти даже в это верить нельзя. То, что происходило в Казахстане, все стали свидетелями. Хочу отметить, что вот тот протестный электорат, та оппозиционная часть населения, которой сегодня в Казахстане большинство, она не может смириться с тем, что творится сегодня в Казахстане, что народ бесправен, народ не может участвовать в управлении государством, просто власть имущие, вычеркнули источник власти, народ из управления государством. И что хочется еще отметить, что последние выборы президента в июне 2019 года и вот прошедшее голосование 10 января этого года, оппозиция попробовала различные способы решения этого вопроса. Но, к сожалению, не в 2019 году не удалось решить ту проблему, чтобы оппозиционный кандидат победил представителя власти благодаря тем же подтасовкам и предательству оппозиционного кандидата той части населения, которая возлагала на него надежды. Голосование этого года, 2021, тоже показало, что практически вот таким путем через политические партии добиться решения вопроса по допуску кандидатов в депутаты однорода невозможно. Выстроена такая преступная схема, которая позволяет власти, Назарбаеву, Токаеву, вершить все свои дела, не опасаясь практически ничего. И тот опыт, накопленный сегодня этим протестным электоратом, той группы оппозиционно настроенной части населения, он, конечно, бесценен. И уже стало всем ясно и понятно, что что бы ни делала оппозиция, результат будет таким, какой нужен власти. Стало понятно, что власть имущая никогда просто так власть не отдадут. Конкретные выводы, мои личные выводы, я до самого последнего момента был на стороне мирного разрешения данных вопросов, но в этой ситуации, я говорю, тот накопленный опыт оппозиционно настроенной части населения настраивает на то, что необходимо проводить массовые протесты. Массовые протесты, как, к примеру, в Белоруссии. Но и должна быть решительность, как это было осуществлено в Кыргызстане. Массовые протесты с элементами мощной решительности позволят избавиться от той кучки лиц, которая сегодня захватила власть Казахстана. Почему я говорю имя так? Потому что сегодня Казахстан – это государство, которое погрязло в коррупции, государство, в котором нет независимых судов, государство, в котором нарушаются права человека, государство, где арестовывают, сажают в тюрьму и даже убивают, на примере отца и сына Агадила, государство, которое сегодня отставит интересы только правящей группировки Назарбаева и ежесимым группы лиц, которые сегодня потеряли доверие народа. И народ должен проявить решительность твердо сказать этой кучке людей, захвативших власть, а им, поверьте мне, есть что терять. Они за этот промежуток времени, который насчитывается тремя десятками лет, накопили такое огромное богатство, и они прекрасно понимают, что если произойдет смена власти, то этот режим на себе, на своей собственной шкуре, испытает то, что они делали по отношению к оппозиционным представителям, находящимся за пределами Казахстана, да и на территории Казахстана. Только эта работа пойдет гораздо быстрее, гораздо увереннее, потому что уже накоплен опыт борьбы с такими проявлениями. Поэтому, дорогие мои соотечественники, друзья, я считаю, что этот накопленный опыт позволит нам, а нам предстоит впереди еще, я могу твердо, уверенно сказать, в 2021 году внеочередные выборы президента Казахстана. Это не за горами. Сами почувствуйте и увидите, что так будет объявлено. И вот в этот момент, я думаю, что то здоровое общество, казахстанское общество, оппозиционно настроенное общество, оно сможет сказать нет этой группе людей и установить действительно власть, которая будет отставить интересы народа. Спасибо!